Всем привет! С вами телеканал Юрген. Это наш новый проект «Детали со вкусом». Два раза в месяц мы вместе с нашими гостями будем готовить в кулинарной студии киви и наслаждаться пищей не только полезной и приятной для желудка, но и духовной. Потому что наши гости люди исключительно творческие, разносторонние и интересные. Сегодня у нас на кухне депутат Государственного Совета Республики Коми, представитель партии «Родина» Елена Иванова. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть, приятно видеть на этой кухне. У нас сегодня, кстати, премьера. Скажите, любите ли вы готовить? Я очень люблю готовить, люблю принимать гостей и люблю радовать их своими блюдами. Как часто вы готовите, вот несмотря на свой плодотворный и рабочий график? Ну, готовить можно разные блюда. Можно готовить блюда изысканные, можно готовить блюда повседневные. А когда принимаешь гостей, то, соответственно, подбираешь уже особый ассортимент и хочется, чтобы людей порадовать. А вы гурман? Ну, можно сказать, что да. Круто! Елена, что мы будем сегодня готовить? Мы сегодня будем готовить уху. Уху из горбуши. Я уверена, что наше блюдо сегодня получится очень вкусным. Что нам для этого понадобится? Для приготовления нам понадобится рыба, обязательно с головой, картофель, морковь, лук, специи и зелень. И зелень. И самое главное, хорошее настроение, да? Самое главное, прекрасное настроение. С чего мы начнем? Начнем мы, естественно, с рыбы. Нужно разделать нам рыбу и отварить для того, чтобы у нас получился наваристый бульон. Кто будет разделывать рыбу? Я, вы? Я. Все отлично. Елена, какую кухню вы вообще сами вот предпочитаете? Я предпочитаю любую кухню. Очень люблю передачи. Готовим дома, едим дома, поедем, поедим. Кухня. Кулинарная передача. Понятно, что там иногда очень сложные рецепты получаются, но ты все равно выбираешь для себя какие-то изюминки для того, чтобы использовать их в своем повседневном приготовлении. А любите коми-кухню? Очень люблю коми-кухню, очень люблю грузди, очень люблю квашеную капусту. Естественно, шанги по коми. Елена, как вы пришли вот в деятельность депутата Государственного Совета Республики Коми, вот представитель партии Родина? Вот как серьезная, я считаю, вообще миссия, да? Да. На самом деле, путь начинался в далекие студенческие годы, когда я училась в Левкарском университете, потом я возглавила профсоюзную организацию студентов. Вы учились, я знаю, на физмате. Да, училась на математическом факультете. Как пришли вот к деятельности депутата? Я знаю, что вы работали в профсоюзе, да, вы сказали? Да. Были причастны, кстати, я знаю, к Российскому Союзу Молодежи, да, в Республике? Да, принимала участие в деятельности Российского Союза Молодежи, но больше активно была именно в профсоюзном движении студенческом. Кроме того, я входила в состав Российской Ассоциации студенческих профсоюзов, и на этом поприще как раз-таки в свое время появилась политическая партия, партия Российских регионов, которая впоследствии была переименована в партию Родина. Поэтому в партию Родина, в том виде, в котором я сегодня существую, скажем так, да, я зашла уже со второй попытки. То есть в свое время, в 2000-х годах была уже создана партия Родина, которая избиралась, кстати, и в Государственную Думу в составе Народно-Патриотического Союза Родина. И поэтому вот мое становление именно в политическом пространстве, оно начиналось именно со студенческих времен. Ну, само название говорит за себя Родина, да? Такое громкое название. Сложно ли работать, сложно ли быть вот депутатом Государственного Совета? Ну, вообще, я на самом деле первый раз в своей жизни прошла в состав Государственного Совета, в составе политической партии. Насколько сложно? Сложно, потому что законотворческая деятельность, она требует определенных усилий, определенных навыков и знаний, с которыми, к сожалению, я ранее не была знакома. И поэтому вот постепенно погружаясь в эту деятельность, это безумно интересно. То есть работают различные и рабочие группы, и заседания комитетов, где обсуждаются разного рода вопросы, которые касаются жизнедеятельности наших граждан. Бывают ли выходные вообще? Конечно, они бывают, но бывает так, что и выходные дни становятся рабочими днями. И к этому я привыкла еще со студенческих времен, потому что много мероприятий, как правило, происходят выходные дни. Вот, и поэтому сейчас для меня это не проблема, то есть выйти на работу выходной день. Елена, я знаю, что у вас есть дочь Диана, уже совсем взрослая. Можно, кстати, ей сейчас передать привет. Диану, привет. Диана, привет. Чем она увлекается, чем она занимается? Диана учится у меня в Пушкинской гимназии в седьмом классе. В данный момент ее очень увлекли занятия волейболом, и она ходит в спортивную секцию, которая работает непосредственно в школе. Кроме этого, занимается английским языком. Спорт – наше все. Спорт – наше все. Активный образ жизни вместе с мамой, начиная с детского сада. В свое время занималась она и гимнастикой, и немножко теннисом занималась. Ну вот, наконец-то, остановилась на волейболе. Вот, кстати, мы заговорили о вашем хобби. Чем вы увлекаетесь? Вот, мне кажется, всем сейчас интересно узнать. Я люблю активный отдых, люблю выезжать на территории и Республики Коми, и за пределы нашего региона. Люблю отдыхать, люблю общаться с друзьями, люблю свою работу. Строгая ли вы мама? Я думаю, что в меру строгая. Но главное с детьми сегодня найти общий язык. Главное подрастающему поколению объяснять, что в этой жизни правильно, что в этой жизни неправильно. И главное, чтобы всегда быть друзьями, со своими детьми, чтобы ребята наши, наша молодежь, наше подрастающее поколение всегда с вниманием, с пониманием наблюдали, чем занимаются их родители для того, чтобы для себя принимать какие-то уроки и дальше по жизни идти верным путем. Что мы делаем дальше? Я понимаю, что я сейчас разговоры не завлекаю. Я сейчас хочу промыть и поставить вариться. Все отлично. Мы промыли рыбу, да? Мы промыли рыбу, да, мы ее поставили на плитку. Я думаю, что надо ее включить. Ефа, скажите, пожалуйста. Сейчас мы включаем плитку. То есть мы промыли горбушу, разрезали ее. Разрезали. Обязательно с головой. С головой. Еще раз промыли. И сейчас будем ее варить, правильно? Да. Все. Пусть будет восемь. Все, на восьмерку мы поставили. Да. Все отлично. Все отлично. Это варится. Ну, дальше нам нужно будет порезать картошку. Вот так. Мы еще луковицу, целую, цельную луковицу в бульон. Пусть она там доходит до своей кондиции. И дальше мы режем картошку. Не поможешь? Конечно, обязательно. Давайте я помогу. Да. Картошку режем мелкими кубиками. Угу. Я знаю, что вы из Печоры, да? Да. Я родом из Печоры. Родилась там. Школу закончила в Печоре. 100% с золотой медалью, да? Серебряной. Вот. Серебряной медалью. Чуть-чуть, да. Серебряной. Получается так, что очень многие ребята захотели уехать из города. И я в том числе вот уехала в Сатевкар, поступила на математический факультет Сатевкарского государственного университета. В 2014 году также я закончила еще магистратуру. Лена, что вы цените больше всего в людях? Ценю честность, открытость. И люблю, когда в жизни все происходит по справедливости. То есть так оно и должно быть. Работая на разного уровня в должностях и работах, ты к этому стремишься. И стараешься заряжать людей, которые вокруг тебя, для того, чтобы жизнь вокруг становилась более интересной, что ли, более насыщенной. Слушайте, готовка так успокаивает на самом деле, вообще релакс. Елена, какой у вас самый любимый праздник? И любите вообще праздники? Нет, я праздники люблю. Безусловно, мне кажется, любой человек любит праздники. Но самый любимый праздник, конечно же, это Новый год. То есть время чудес, когда все вместе, когда много подарков, когда есть свободное время, когда можно увидеться с родственниками, с друзьями. Вот еще раз повторю, что у вас много друзей, и некоторых друзей я даже ваших знаю. И они говорят о том, что у вас есть некий ежедневник, который вы записываете все встречи на будущее. То есть встречи с друзьями. Причем ежедневник датированный. Датированный, да? Датированный, да. То есть чтобы планировать мероприятия, можно и на месяц вперед. То есть ты открываешь определенную дату и записываешь. И, кстати, друзьям очень не нравится, вот вашим друзьям. Нравится или не нравится? Нравится. Нет, нравится, потому что иногда бывает так, что не находится время для встречи. Они приходят, открывают за меня мой ежедневник и сами себя записывают. Потому что если мы себя не запишем, мы к тебе не попадем. Бывает ли такая ситуация, вот приходят гости, а в холодильнике, как говорится, мышь повесилась? Нет, у меня такого не бывает. Да? Да, у меня всегда есть продукты на так называемые салаты быстрого приготовления. О! Всегда в морозильнике есть мясо, которое можно разогреть в микроволновке и быстренько чего-нибудь мясного приготовить. А потом сегодня очень развит сервис-услуг, когда можно заказать по интернету и шашлык, и суши, и пиццу. Я знаю, что салат можете сделать за две минуты. Да, могу. Какой салат? Салат из помидоров, кукурузы, сыра и сверху сухарики с майонезом. Любите ли путешествовать, Елена? Я очень люблю путешествовать по республике. А конкретно, вот какой район, может, какое место запомнилось больше всего и почему? Я очень люблю финно-угорский этнопарк. Я тоже. Это нас ближает, кстати. Очень люблю финно-угорский этнопарк. Причем отдых в финно-угорском этнопарке ассоциируется еще и с проведением различных праздников республиканских, которые проходят у нас в регионе. Национальных, да? Национальных, да. И хочу сказать, что мне очень нравится ездить туда с ночевкой. То есть там великолепная гостиница, где очень комфортный климат, где все сделано в этно-стиле, где хочется останавливаться. И цены там довольно-таки приемлемые. И вот выезжая на такие мероприятия, как Лым Лун, Шаньга Фест, Живой Воздух, несколько раз. Олимпиада сейчас была. Олимпиада была, да. То есть были моменты, когда мы выезжали туда и останавливались там с ночевкой. Чем занимались на пандемии? Как проводили время? Работали? Да, работали, работали. В составе штаба «Мы вместе» акции, которая проходила по всей стране. В республике Коми тоже работал региональный штаб. И в первую волну была более напряженная, более истеричная ситуация, нежели сейчас. Мы ничего не понимали, да. Мы не понимали тогда, как действовать. Плюс ограничения по выходу из дома, плюс пропуска при передвижении на автомобильном транспорте. Все это мы проходили. Выходных не было, на больничный не выходило. То есть все как-то вот, оно пролетело. Так, мы продолжаем готовить, друзья. Мы сегодня готовим ароматную, вкусную, приятную уху от Елены Ивановой. Так, нужно нам поварюшечку, наверное, снять вот это вот. Сейчас мы снимем пенку. Потом обязательно еще, когда рыба сварится, мы процедим этот бульон, чтобы не было у нас вот таких вот ляг. Какие плюсы вот этого блюда? Быстро, да? Во-первых, быстро. Во-вторых, быстро в том плане, что рыба быстро варится и очень сытно получается. И самое главное, ПП, да? Правильное питание, да. Это сейчас очень актуально. Актуально, да. Да, актуально на всех углах. Что не любите из еды? Я не люблю кинзу. Кинзу, да. Вот никак не могу прийти к тому, чтобы ее полюбить. Потому что в свое время я не любила оливки, не любила маслины. Но как-то все равно время проходит. Я раньше суши не понимала. Да. Как это вообще? Я, кстати, тоже не любила раньше суши, а сейчас? Ну ничего, сейчас мы все это едим. А вот кинзу никак вот пытаюсь себя заставить, что ли, полюбить, но не могу. А еще я раньше безумно не любила лук. Ни в каком виде. Ни в отварном, ни в жареном, ни в свежем. То есть для меня салат с луком, все, я салат не ем. А что любите, наоборот, из еды? Ну я люблю просто шашлык. Шашлык, да? Мясо. Мясо, свиной и корейку. Русские люди. И курицу тоже люблю. И шанги. И шанги люблю, да. Так, что мы делаем дальше? Мы это убираем. Давай, это мы уберем, да. Итак, у нас начищена картошка. Картошку мы положим, когда мы вытащим рыбу, когда мы ее разделаем, голову оставив. И потом мы уже в чистый бульон, который процедим, мы туда добавим картошку. А сейчас я думаю, что можно на небольшой огонь поставить морковку с луком и обжарить. Хорошо. Ставим. Все. Мы обжариваем морковь с луком. На небольшой огонь. Ну, главное, чтобы была какая, золотистая корочка? Ну, чтобы лук поджарился и морковка немножечко приобрела такой румянистый вид. Как часто ездите в Печору? В последнее время, к сожалению, не так часто. Вот в ходе выборной кампании последний раз я съездила. Родители. Маму я перевезла сюда, папа, к сожалению, умер уже. Поэтому сейчас не так часто получается выезжать в свой родной город. Но, тем не менее, все мои друзья, коллеги, мы с ними постоянно на связи. Кем мечтали стать в детстве? Учителем. Учителем, да? Учителем, да. Математики. Ну, наверное, да, учителем математики. И вы знаете, раньше очень любила рисовать мелом на доске. И дома у меня был шкаф, который превратился в импровизированную доску. Родители, конечно же, сначала были недовольны, но потом поняли, что чего ругаться. То есть, как бы, мелками мы рисовали. Я рисовала с подружками со своими на боковой стене шкафа. Внизу стелила газетку, там мел осыпался. Потом я все это дело мыла. Давайте мы еще кухе сделаем чесночные гренки. О, отлично. Чесночные гренки. Черный хлеб, да. Включите, пожалуйста, мне плитку. Ну, Лен, я знаю, вот вы уже сказали, что вы относитесь положительно к правильному питанию. Как отдыхаете? Как удается отдохнуть? Вот я, например, люблю отдыхать спортом, так скажем, да, то есть заниматься спортом. Для меня это отдых. А для вас? Для меня спорт тоже является отдыхом. Я очень люблю плавать, люблю ходить в бассейн, люблю ходить на сайкл. То есть это велотренажер. Велотренажер у меня стоит дома. И, ну, сами понимаете, дома занятие это несколько не то, нежели ты ходишь, когда на тренировку. Когда общий дух, когда конкретное время тебе определяет. Ну, по филоне, дома можно по филоне. Дома можно по филоне, да, абсолютно верно. А в зале ты так и нет. А в зале, да, в зале ты смотришь на других, другие смотрят на тебя. И поэтому там уже нужно более серьезно, скажем так. Елена, что вас мотивирует? Меня мотивирует физическое состояние. То есть сегодня очень популярным является, да, здоровый образ жизни, правильное питание. Так, гренки мы положили на сковороду. Гренки мы положили. Сейчас мы их обжарим с одной стороны, с другой стороны. А потом их натрем чесноком. Круто. Бывает такое, что вот прям вот вообще нет настроения, не хочу готовить, все плохо. Ну, мне кажется, у каждого человека есть апатия. Ну, у каждого, но у меня крайне редко такое случается. На самом деле, когда, ну, бывает некое такое уныние, я всегда нахожу, чем занять себя. Есть книжки, которые можно почитать, когда очень печально и грустно, я беру книгу и читаю. Елена, а вот есть кредо в вашей жизни, вот девиз, которому вы следуете всегда? Ну, очень много у нас в последнее время афоризмов таких, да, и я хочу сказать, что моим жизненным кредом является поступать с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Иногда встречаешь людей, которые вот где-то негативно настроены, пытаются выплеснуть. Мне просто жалко этих людей, потому что видно, что внутри они либо болеют чем-то, либо они, у них какая-то боль внутри, их это очень сильно беспокоит, и они вот через вот негатив пытаются вот выплеснуть это все наружу. А есть у вас домашние животные дома? Домашние животные, у меня дочка просит и кошку, и собаку просила, но на самом деле сегодня на сегодня у меня только рыбки. То есть у вас стихия – это вода, да? Стихия – это вода. Воду любите? Да, да, очень люблю воду, люблю плавать, люблю рыб. Вот у нас уже все шкварчит, журчит, да? Еще на самом деле не все, пусть еще немножко, но может быть побольше огонь добавить? Да, давайте. Куда? Ну, давайте семерочку. Масло, да? В детстве любили готовить? В детстве бутерброды. Да? Да. В детстве вообще, с детством связано очень много воспоминаний. Я вот смотрю на своего ребенка и сравниваю свое детство с их детством. То есть нас в 40 градусов, актированные дни, нам за счастье было выйти на улицу погулять, зайти в подъезде погреться на батарее и выбежать снова гулять. Сегодня детей, конечно, не выгонишь. Они все сегодня в интернете. Больше домоседы. Кстати, вот про интернет. Я знаю, что вы активно, я даже видел, что вы активно ведете социальные сети ВКонтакте, да? Да, не только ВКонтакте. Вы сами ведете? Я веду социальные сети сама. Где-то делаю репосты, где-то пишу сама. Причем активно, да? Причем активно стараюсь, потому что, ну, друзей много. Причем друзья не только Республика Коми, но и Российская Федерация. А где, кстати, есть друзья? В каких городах живут друзья? Учитывая мое бурное профсоюзное прошлое и свою деятельность именно в политическом плане, у меня есть знакомые практически в каждом субъекте Российской Федерации. У нас все по-прежнему журчит, шкварчит. Мы готовим сегодня уху, друзья, с Еленой Ивановой. Елена, вот пришли гости. Что, вот есть визитная карточка, коронное блюдо от вас? Я очень люблю готовить мясо в духовке. Мясо с овощами. Каждый раз рецепты разные. Иногда с лимоном. Мясо бывает разное. Бывает, что свинину готовлю, бывает, готовлю курицу. Но обязательно с овощами. И присыпаю сыром. И для меня вот это является коронным блюдом. Елена, общаетесь ли вы сейчас со студентами, вот с вашими студентами, которые были в профсоюзе, входили в профсоюз? Вы знаете, я очень со многими поддерживаю до сих пор связь. Более того, я вам скажу, что ребята, которые принимали самое активное участие в профсоюзной деятельности нашего университета, сегодня являются заместителем министров Константин Михайлович Баранов, один из моих любимых студентов, который тоже в свое время стоял с флагами партии Родина. Есть ребята, которые сегодня работают начальниками юридического отдела в банках, в администрации города. Вот Галя Кубик у нас в пресс-службе государственного совета работала, тоже моя студентка, была председателем студенческого совета. И очень приятно, когда ребята, с которыми ты когда-то начинал активную студенческую жизнь, сегодня занимают серьезные должности, и с которыми сегодня крайне интересно поддерживать связь, потому что те теплые отношения, которые были когда-то, они очень помогают в решении проблем, с которыми мы занимаемся сегодня уже на более серьезном уровне. Почему ребята стали кандидатами наук, то есть связаны с наукой, и им эта деятельность безумно нравится, и мы постараемся всегда поддерживать связь. А вот была ли мысль уехать из республики Коми? Нет. За пределами, да? Нет. Вот вы патриот. Ну, я патриот. Мне очень нравится республика, я очень люблю свой родной город. Сегодня мой родной город Сыктывкар, я люблю очень Сыктывкар, я вижу, как он меняется, и мне здесь очень комфортно. Ну, сухари, гренки у нас уже готовы. Уже готовы, сейчас пусть они как раз остынут. Сейчас мы, Андрей, может быть, выключите. Вы сова или жаворонок? Я, наверное, сова. Сова, да? Я, кстати, тоже сова. Хотя, говорят, кто рано встает, тому бог подает, да? Так, пока мы тут с вами разговариваем, у нас рыба практически сварилась, я думаю, что нам нужно ее немножко разделать. Вытащив и процедить бульон. Нам нужна миска, да? Да. Тарелку? Да, да, да. Так, мы достаем рыбу разделывать. Угу. Андрей, а ты любишь голову? Аааа. Вот честно скажи. Ну, я могу поесть. Так, сейчас немножечко пусть остынет, мы потом ее разделим и переложим сюда. Елена, я вот как телеведущий задам вопрос. Да. Смотрите ли вы телевизор? Удается ли вот смотреть телевизор? Крайне редко. Сейчас все новости у нас в интернете. Угу. В течение дня как-то и телеграм-канал читаешь, и интернет-новости смотришь. А сериалы? Конечно, нет. Так, мы в бульон закладываем картофель. Угу. Так, давайте мы немножечко разделаем рыбу. Давайте. Пока суп у нас сейчас, картошка сварится быстро. Угу. Так, а тебе задание? Тебе задание. Чеснок, да? Да. Вот чеснок в дольке. И вот прямо с двух сторон потереть. Хорошо. Угу. Елена, а как относитесь к цветам? Я очень люблю цветы, люблю цветы. Так, голову мы не трогаем. Угу. Люблю цветы выращивать, у меня дома есть цветы. Люблю, когда мне цветы дарят. Какие цветы самые любимые у Елены Ивановны? Я очень люблю хризантемы, потому что они долго стоят. Понятно, что розы благородные, но, к сожалению, они очень быстро вянут. А коми-язык знаете, Елена? Коми-язык я не знаю, хотя мама у меня коми, дочка тоже в школе изучала коми-язык. Но отдельные слова я знаю. Виджо-оланы. Виджо-оланы, да, ческут. Ать-я, ческут. А еще можно сказать, абу-ческут, азэф-ческут. Это очень вкусно. Это очень вкусно, да. Ческут. Зэф-ческут, друзья. Да, мы тут готовим сегодня вкусную уху, ароматную. Так, вот немножечко можно подубавить. Убавить, да. О, уже прям... Уже не дошло уха. Уже бульончик, бульончик. Рыба-то не хватает. Да, сейчас мы рыбу разделаем, да. За сколько минут можно приготовить это блюдо? Ну, в общей сложности минут 50. Ну, 50 минут, и у вас вкусная, ароматная, полезная бульонка. Я думаю, что мы частично сейчас рыбу разделанную... Сразу опускаем, да. Опускаем бульон, чтобы место в тарелке было. Ага. Ароматно, вкусно. Такая прям добротная ухва, да? Да. Хватит всем. И режиссеру, и оператору. Однозначно. И мне, и Елене, всем-сем-сем. Всех мы кормим. Сейчас мы должны добавить соль и перец по вкусу. Я, кстати, всегда пересаливаю блюда. Это соль? Очень люблю соль, да. Пересаливаешь? Вообще, ну, я люблю соль. Я знаю, что это плохо. Кого-то вылюблен, наверное. Всегда люблю много соли. Ну, прям, прям, зная, что я могу пересолить, но солю. Люблю очень сало, кстати. Любите сало? Да. Да? Очень. Ты любишь лобу такой? В смысле, просто так взять, как яблоко съесть? Да. Ну, нет, я такой не... Ну, я могу там отрезать кусочек и попробовать. Давайте для красоты. Пусть будет? Да. А, хорошо. Так, ну и, пожалуй, завершающий этап нашего приготовления это сливки. Это фишка. Это фишка этого блюда, да. И эту уху еще иногда называют уха по-фински, но назовем ее уха со сливками. Да. Уха от Елены Ивановой. Прекрасно. По грибы любите ходить, по ягодам? Я очень люблю ходить за грибами, потому что это, помимо полезного сбора урожая, еще и прогулка. Но вот ягоды собирать не люблю. Да. Потому что это очень долго, очень нудно. Корпотливая такая работа. Корпотливая работа, да. А какие ягоды любите больше всего? Люблю бруснику, люблю малину, люблю и дачные ягоды, и лесные ягоды. Елена, а есть традиции вот в вашей семье? Ну, любые традиции. Кушать вместе, да, вместе за обеденным столом. Особенно, когда опять приходят знакомые, когда семья собирается полным сбором, сестра, племянница, мама. А вообще, мы за чистоту экологии. Мы очень любим принимать участие и с дочкой, и со своими коллегами в экологических субботниках. Эко-традиция такая, да? Эко-традиция, да. Эко-прилучка. Вот сейчас снег сойдет, и сезон субботников. И каждую субботу практически вы прям выходите, да? Конечно, не каждую субботу. Разного рода акции проходят, и республиканские акции проходят, и мероприятия Народного фронта. То есть мы выходим, конкретно точечные какие-то там свалки приводим в соответствие. Ну, стараемся следить за тем, чтобы наша экологическая составляющая была у нас на более высоком уровне. Помогаете природой, в общем, да? Да. Я являюсь общественно-экологическим инспектором еще. И мы также вот выезжаем с плановыми рейдами в лесные зоны, в зоны рек, и смотрим за тем, как у нас обстоит обстановка. Елена, я знаю, что вы смотрите Юрген. Я очень люблю телеканал Юрген, да, очень люблю телеканал Какие самые любимые передачи, проекты? Мне нравится программа «Телезащитник», нравится программа «Крик», мне очень нравятся проекты Елены Красильниковой, и конкретно ее фильм «Русский страдиварь». Да, мы гордимся этим. Этот фильм, он вышел на российский уровень, я знаю. Также вот познавательные передачи, которые ведет телеканал Юрген, я с большим удовольствием смотрю, в том числе «Студию 11». Ну и теперь новая программа «Детали со вкусом». Мы сегодня готовим очень вкусную, ароматную уху от прекрасной Елены Ивановой. Уха уже готова. Уха уже готова. И я думаю, что есть смысл нам ее уже попробовать. У нас три тарелки. Вы спросите, для кого третья? Для нашего режиссера. Прекрасного режиссера. Я ни разу, кстати, не готовила уху. Мне казалось, что это так тяжело, трудно. Ничего сложного, так вы поняли, что ничего сложного в этом нет. Сразу почему-то летом пахнет. Зелень дает такой аромат. Друзья, вкусно. Елена, ну самый главный вопрос. Ну, конечно, не главный вопрос, но мне любопытно. Тяжело ли быть депутатом? Я скажу так, что депутатом быть очень ответственно. Ответственно перед собой, перед своими избирателями. Ответственно перед всеми гражданами нашей республики, потому что ты представляешь законодательный орган, ты представляешь сегодня законодательную власть. Поэтому я не скажу, что это сложно, но это в первую очередь очень ответственно. Елена, у меня для вас подарок. Держите, это кувшин для масла для вашего дома. Этот кувшин, кстати, сделали мастера Сыктывдинского дома народных ремесел Зарань. У меня, кстати, очень много посуды из вот этого дома народных ремесел, что я сам в Ильгарске. К тому же мы все знаем, что этот год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Так что пользуйтесь с удовольствием и вспоминайте нашу программу. Очень приятно, спасибо большое за приглашение. Я очень рада впервые принять участие в таком кулинарном шоу, я бы сказала. И буду с большим нетерпением наблюдать за дальнейшими гостями вашего проекта. Всем приятного аппетита, можно сказать, да? Да, всем приятного аппетита. Адишна Тэч. Друзья, спасибо большое, что сегодня были с нами. У нас в гостях была депутат Государственного Совета Республики Коми, представитель партии «Родина», очаровательная женщина Елена Иванова. Спасибо кулинарной студии «Киви». Здесь реально такая творческая атмосфера, множество специальных поварских девайсов. И есть все необходимое, чтобы готовить вкусно, а самое главное – полезно. Ну, а закончить я бы хотел красивой цитатой. «Ничто так не разделяет людей, как вкус, и не объединяет, как аппетит». Увидимся в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok